Калмыцкий народный танец «Чичердык» покорил Москву. Образцово-художественный ансамбль танца «Байентек» победил в международном конкурсе хореографического искусства «Танцемания». Финальный галоконцерт состоялся в Москве. Юные артисты взяли первое место в своей номинации «Народный танец». Подробнее в следующем сюжете. Образцово-художественный ансамбль танца «Байентек» недавно вернулся из Москвы, где состоялся международный конкурс «Танцемания». Это хореографический конкурс номер один в России, организованный Московской секцией Международного совета по танцу ЮНЕСКО. В этом проекте приняли участие более 200 ансамблей. На конкурсе коллектив выступил в номинации «Народный танец». Калмыцкий «Чичердык» покорил сердца зала и самих жюри. Довольно долго готовились. Он проходил в двух этапах. Первый этап был заочный. Кто проходит заочный первый этап, уже переходит на финал. Суперфинал проходил в нашей столице, в городе Москва. Но коллектив было очень много. Очень много было сильных конкурентов, которые тоже усиленно готовились к этому конкурсу. Но наши дети смогли собраться. Тем более мы поехали представлять не только свой ансамбль, но и свою республику Калмыкия на таком масштабном, грандиозном конкурсе, как «Танцемания». Наши дети собрались и исполнили свой национальный танец «Чичердык» на высшем уровне, я так думаю, потому что многие члены жюри и ансамбли отметили это. Очень сказали, что у вас именно хороший танец, хорошая постановка. Многие руководители выразили свое восхищение, таланту детей и работе преподавателя. Юные артисты вернулись домой с дипломом и кубком лауреата в первой степени. Танец исполняли одновременно 40 детей из трех возрастных групп. Чичердык – это у нас один из самых массовых танцев, и поехало три возрастные группы. То есть младшая возрастная группа – это дети от 6 до 8 лет. Средняя возрастная группа – это от 8 до 11 лет, до 12 лет. И старшая группа там уже идет у нас от 13 до 16 лет. Вот три возрастные группы мы возили с собой. Вот как раз-таки сейчас на заднем фоне занимается наша младшая основная группа. Моральная подготовка была очень важна, ведь из-за пандемии коллективный выступал на сцене почти два года. За этот период танцоры не зря оттачивали технику и доводили до идеала свои танцевальные навыки. Помимо изучения танцев различных, у нас еще проводится гимнастика, которая дает нам растяжку, выворотность, постановку корпуса. Классический танец за станком мы занимаемся. Это дает детям академизм, чтобы в танцах потом у них стояла спина, руки красивые, ноги. И народный танец – это раскрепощает детей, они изучают разные народности и характер танца. Помимо этого мы, естественно, изучаем технику, вращение, дроби. Для ребят ансамбль – это нечто большее, чем танцевальное хобби. По словам самих детей, Байентек – это семья и лучшие друзья. Я боялся, когда вышел на сцену, все стеснения вышли. Мой любимый танец «Чичердык». Мы ездили в Москву недавно. Мы… мой любимый танец «Чичердык». Нам понравилось, мы немножко стеснялись. Нас ради сна, если будем поддерживать. Мы изучаем не только коммунские танцы, мы изучаем монгольские, казахские, индийские, русские, кавказские. Танцы народного мира. Это как вторая семья. Мы вместе танцуем разные танцы. Всегда люблю приходить на занятия, потому что здесь мои друзья. Мне очень нравится танцевать. Это мое хобби. Сейчас в состав ансамбля входит больше ста детей. За шесть лет существования «Бэнтек» завоевал немало наград. В этом немалая заслуга самих руководителей ансамбля. Супруги Эрнеевы вкладывают душу в любимое дело. По результатам конкурса «Танцемания» художественные руководители ансамбля «Эрдни» и «Бэйна Эрнеевы» включены в Международный совет по танцу ЮНЕСКО. Нагана Кашранова, Владислав Бадмараев, информационная программа «День республики».